В эфире служба новостей СОРОВ24 в студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ангела Милосердия в поликлинике номер один прошла торжественная церемония чествования медицинских сестер КБ номер 50. О книгах напечатанных в годы Великой Отечественной войны в библиотеке имени Маяковского работает новая выставка. Растим чемпионов в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» новый тренер. Далее расскажем во всем подробно. Заявление на возврат разовых социальных выплат, если банк списал их для погашения долга по кредиту, можно подать до 1 июля, сообщает портал «Объясняем.рф». Выплаты вернут, если их начислили до 1 мая. К ним относятся, например, единовременные денежные суммы за возмещение вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, в связи с рождением ребенка, переводом на работу в другую местность, а также компенсацией стоимости проезда к месту лечения и обратно, социальное пособие на погребение. Банк вернет деньги в течение 7 календарных дней, но долг по кредиту никто не отменит, его все равно придется погасить. Пение или штраф за этот период начислены не будут, а регулярные соц. выплаты, даже если человек ранее дал согласие на их списание, можно будет вернуть и в дальнейшем, если обратиться с заявлением на их возврат в течение 14 дней после того, как банк снял деньги со счета. За возвратом выплат необходимо обратиться напрямую в кредитную организацию, которая списала эти средства. 12 мая в мире отметили Международный день медсестры. Этот праздник – повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. В поликлинике номер один прошла торжественная церемония чествования медицинских сестер нашей больницы. Круг задач медицинской сестры широкий. Она гораздо больше, чем врач, находится рядом с больным. Первый может прийти на помощь в случае ухудшения самочувствия. Ее роль в системе здравоохранения трудно переоценить. 12 мая представители самой милосердной профессии, в том числе и сотрудники клинической больницы номер 50, отметили свой профессиональный праздник. Без высокого профессионализма медицинского среднего персонала очень трудно качественно оказывать медицинскую помощь. Поздравить медицинских сестер пришли не только их коллеги из клинической больницы номер 50. Теплые слова благодарности виновницам праздника адресовали гости из Саровского медицинского колледжа и ядерного центра. Выступая от имени РФИА ЦВНЕФ, главный инженер Игорь Мусин отметил, что медсестры внесли огромный вклад в борьбу с пандемией, стояли на передовой войны с коронавирусом. Очень много пациентов, вот сам непосредственно все эти цифры через меня тоже проходили, через штаб, и я, конечно, просто поражался, как вообще это возможно. Вот возможно с таким количеством пациентов, значит, обеспечить работу на начальном этапе, на этапе лечения, там, на выписке. Просто огромнейший труд. Игорь Мусин вручил благодарственные письма РФИА ЦВНЕФ нескольким медицинским сестрам. Среди награжденных была и Наталья Калинина. Наталья Валерьевна закончила Саровский медицинский колледж, пришла на работу в 1990 году. Начала с педиатрического отделения, трудилась в должности палатной медсестры. Затем перешла на работу в детскую поликлинику. С маленькими пациентами не всегда бывает просто, признается медик. Тем не менее, работа это очень интересная. С ними найти нужно общий язык, с ними нужно договориться, успокоить, чем-то заинтересовать, отвлечь. Поэтому не всегда просто бывает. Светлана Ткаченко работает в хирургическом отделении. В ее обязанности входит в основном административная работа. Составление графиков, обеспечение круглосуточной работы поста, составление заявок на медикаменты. Люди приходят на такую работу, те, которые имеют страдания, которые могут проявить человечность, протянуть руку помощи в нужный момент. Ну и, соответственно, люди, которые ответственны, наверное, не только за свою работу и за свою жизнь, но и за жизнь тех людей, которые попали к нам в стационар. За последний год ряды нашей больницы пополнили 8 молодых специалистов. Они работают в различных отделениях стационара и поликлиник. По традиции, в конце праздника молодые сотрудники КБ номер 50 принесли торжественную клятву медиков и получили памятные подарки. Майские праздники показали готовность российских регионов к приему большого наплыва туристов. Загрузка отелей на юге страны составила около 80%, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, традиционно наиболее популярными направлениями в начале мая стали Санкт-Петербург, Москва и Московская область, а также Краснодарский и Ставропольский края. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вакцина отличается от привычного спутника ВИ тем, что оба компонента имеют одинаковый состав. Уже несколько человек привели, никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что все хорошо, сообщил Александр Гинзбург. Новая вакцина содержит элементы С-белка от трех штаммов коронавируса – первичного, тельты и омикрона. Международная федерация футбола FIFA рассматривает возможность введения чистого игрового времени матча продолжительностью 60 минут. Судья будет ставить на паузу время матча, например, когда мяч выходит из игры, или когда оказывается помощь травмированному игроку, или когда футболисты общаются с арбитром. О книгах, напечатанных в годы Великой Отечественной войны в библиотеке Мнемаяковского, работает новая выставка, на которой представлены издания, которые увидели свет в 1941-1945 годах. О книгах из редкого фонда библиотекари рассказали ученикам православной гимназии и нашей съемочной группе. Среди ценных изданий, хранящихся в редком фонде библиотеки Мнемаяковского, особое место занимают книги периода Великой Отечественной войны. Изданные в то сложное время, сохранившиеся до наших дней, сейчас они настоящая библиографическая редкость. Литература военных лет – это памятник духовной стойкости нашего народа. Героев той войны почти не осталось. Книги как раз являются духовным продолжением реальных событий. И, безусловно, помогают рассказать, передать память тех страшных событий нашему подрастающему поколению. В годы войны особенно ценились книги технического назначения, справочники по медицине, растениеводству. Но особое значение имели стихи, рассказы и повести, написанные фронтовиками. Все жители нашей страны ждали эти книги. Напечатанные на плохой бумаге, часто карманного формата, без привычных нам красивых иллюстраций, они поддерживали и воинов Красной Армии, и тех, кто помогал приближать победу в тылу. Многие писатели во время войны ушли на фронт. И кто штуком, кто пером помогали бороться с фашистскими захватчиками. Многие произведения писались в окопах, в перерывах между боями. И поэтому такие произведения обладают особым настроением, особой искренностью и особым значением. Об этих книгах сотрудники библиотеки рассказывали школьникам города во время тематических занятий. Всего познавательных программ для детей в арсенале Маяковки около 20. Сейчас сотрудники работают над новой темой. В ближайшее время они представят программу, посвященную Петру Первому, последний царь и первый император. Арт «Покорение вершин», «Роза ветров», «Старстеп», «Ультрамарин» и «Алиса». Медальную урожай из пяти конкурсов собрала воспитанница детской школы искусств Ксения Занина. Подробнее об успехах юной саровчанки в нашем следующем репортаже. Патриотические песни, одни из самых любимых в репертуаре Ксении Занина исполнением композиций «Кукушка» Полины Гагариной, юная вокалистка покорила жюри ни одного конкурса. В этом году Ксения решила попробовать свои силы в эстрадном и джазовом направлениях. В номинациях джазовой эстрадной песни фестиваля конкурса «Ультрамарин», который проходил в конце апреля в Нижнем Новгороде, Ксения стала лауреатом первой и второй степени. Я стараюсь не волноваться, но когда объявляют мой номер и ты выходишь на сцену, вот просто мурашки похожи. Я выступала только с тремя песнями, все их три я пела только на одном конкурсе на арт-покорении вершин. Я пою эстрадно-джазовый вокал, песню «Син-син-син», патриотическую песню «Кукушка» и эстрадный вокал из кинофильма «Звенит январская вьюба». Пандемия на два года выбилась привычного ритма, признается Ксения. Первое время приходилось заново привыкать к сцене, к зрителям. Однако волнение после нескольких выступлений понемногу испарилось. Сейчас юная вокалистка нагоняет упущенное. За полтора месяца она успела побывать на пяти разных конкурсах. Была на конкурсе «Старт-степ», он проходил тоже в Нижнем Новгороде. Там я тоже участвовала в двух номинациях, в эстрадно-джазовой и в патриотической. За эстрадно-джазовой я получила лауреат первой степени, а за патриотическую лауреат второй степени. Еще я участвовала на конкурсе «Роза ведров». Там я участвовала тоже только в двух номинациях, в эстрадно-джазовом и в патриотическом. Там Ксения взяла второе и третье место. Результатом она очень гордится. Роза Ветров – конкурс с огромной историей и очень строгим и компетентным жюри. По традиции, конкурсы всех лауреатов приглашают в Москву на суперфинал осенью. Сейчас Ксения активно готовится к нему. В мае к работе в должности тренера приступила воспитанница спортивной школы Олимпийского резерва «Атом» Мария Казикаева. За свою спортивную карьеру Мария стала мастером спорта по лыжным гонкам, победительницей всероссийских соревнований и членом сборной команды Нижегородской области. О своем пути в спорт и планах по развитию лыжных гонок в Сарове Мария рассказала нашей съемочной группе. Лыжная база находилась недалеко от дома Марии Казикаевой, поэтому в 10 лет будущая спортсменка решила попробовать себя в лыжных гонках. Так Мария пришла в спортивную школу Олимпийского резерва «Атом». Ее первыми тренерами были Павел Шаров, а потом Николай Седов. Сейчас они продолжают помогать и поддерживать свою воспитанницу, только уже как коллегу. С 4 мая Мария Казикаева приступила к работе в должности тренера по лыжным гонкам. Потом я пришла к Седову Николаю Евгеньевичу, но Павел Николаевич также помогал тренироваться, подсказывал. Сейчас все равно подсказывает. То есть у нас тренеры работают как дружный коллектив и всем спортсменам дают какие-то подсказки. Мария продолжила учебу в спортивном институте в Нижнем Новгороде, а после стала строить собственную карьеру. Мария Казикаева – мастер спорта по лыжным гонкам, чемпионка мира среди юниоров по лыжероллерам, победительница всероссийских соревнований и член сборной команды Нижегородской области. Сразу вернулась Саров, потому что у нас очень сильная лыжная школа, у нас вся инфраструктура для того, чтобы подготовить спортсмена есть. У нас есть своя лыжероллерная трасса, у нас есть отдельная лыжная база со спортзалом с хорошим. То есть все, чтобы спортсмен себя чувствовал комфортно, у нас есть. Став тренером, Мария все-таки пока не бросила спортивную карьеру. Она продолжает тренироваться и выезжать на различные марафоны и соревнования. А пока ее воспитанники – маленькие детки общездоровительной группы, которые только начинают делать первые шаги в спорте. У нас один план, чтобы как можно больше детишек тренировалось, занималось, чтобы как можно больше детей выпускалось, причем выпускалось здоровыми и со сложившимися характерами, потому что спорт в первую очередь укрепляет. Ну и массовость, все сейчас за массовость. У нас есть для этого условия. Желаем Марии Казикаевой успехов на новой должности, реализовать свой тренерский потенциал и воспитать будущих чемпионов. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 12 по 15 мая там проходит медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Перга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 12 по 15 мая с 10 до 17.00. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.